Всех приветствую. Доминация биткоина растет, как и его цена. За последние дни мы получили неплохой заходной импульс. Давайте посмотрим, на каком фоне все это происходит и будет ли актуален прогноз на снижение сейчас. Если смотреть показатели лонгов и шортов, то шорты у нас подросли аж на 190% почти. Несколько дней назад была похожая ситуация, был рост шортов около 300% и после этого цена биткоина устремилась вниз. Вполне возможно, может быть и такой вариант сейчас. Не стоит этого исключать. Если смотреть на индекс страха и жадности, то он немного уменьшился и стал 21. Вчера был 14, уже третий день этот показатель снижается, но все еще находится в экстремальных значениях. Что же касается ликвидации, то за последние 24 часа их было 68 тысяч трейдеров было ликвидировано и большинство из них это естественно шортисты. 500 миллионов ликвидаций за последние 24 часа. Красный столбец естественно стал выделяться, но он все еще не такой большой, как были рекордные показатели совсем не так давно. Grayscale у нас вчера закупал биткоин кэш, сегодня же он его сливает. Вместо этого закупил Zen, ZEC, LINK и Filecoin. До этого он давно их не покупал, больше внимания обращал на лайткоин и LINK. Сейчас же закупил немножко и других активов. Возможно, они рассчитывают на скорейший рост данных монет. Что касается новостей, то Dayconomist пишет, что Илон Маск разочаровался в биткоине и теперь будет направлять свое внимание на более молодых соперников. Догикойн у него недавно уже был, он его постоянно пампит. Comrocket недавно был, Shibu, Pampel. Скорее всего, он продолжит пампить альты и зарабатывать на этом. Новости из Сальвадора продолжают поступать. Недавно они буквально пару дней назад только подали заявление на легализацию биткоина. Сразу же это дело все легализовали и оформили. И сейчас уже рассматривают возможность майнинга на вулканической энергии. У нас есть возможность добывать биткоин на дешевый чистый 100% возобновляемый энергии вулкан без углеродных выбросов. Отличный парень этот президент Сальвадора не только легализовывает криптовалюту, но и пытается решить главную проблему последних дней, на которую напирают такие как Илон Маск. Еще одна новость в тему Сальвадора. Закон отмечает, что около 70% населения страны не имеет доступа к традиционным финансовым услугам и описывает биткоин как инструмент демократизации благосостояния в стране с населением около 6,4 миллиона человек. Ну, судя по фотографии, вы можете понять, в каком состоянии находится жизнь данных граждан Сальвадора, но при этом плакатики с биткоином у них развешаны. Из важных новостей стоит отметить запуск торговой площадки NFT на Binance. До этого была озвучена дата как июнь. Сейчас это была более конкретная цифра. Это 24 июня будет запуск торговой площадки NFT. И многие люди получат доступ к продаже и покупке картинок, которые раньше могли скачать бесплатно в интернете. Хорошие новости из США. Хоккейный клуб из NHL начал принимать в оплату биткоин и доги коин, но не только их. С нового сезона, с 22 года, команда NHL San Jose Sharks будет продавать абонементы на матчи за криптовалюту. Об этом сообщил президент клуба Джонатан Бехер. Также они будут принимать биткоин кэш, эфириум, в раб биткоин и также несколько видов стейблкоинов. Это отличная новость, потому что если это будет приносить дополнительные деньги этой команде, то, думаю, остальные тоже взглянут на это и будут внедрять данную схему у себя. В Америке, я думаю, умеют считать деньги. Но в Китае почему-то пытаются бороться с криптоиндустрией и продолжают приходить оттуда негативные новости. На этот раз арестовали более тысячи человек по обвинению в отмывании денег через криптовалюту. Почему-то, мне кажется, через многие активы пытаются отмывать деньги, но трубят об этом только тогда, когда это происходит через криптовалюту почему-то. Это такой же способ, как и многие другие. Я думаю, запретив отмывание через криптовалюту, будут найдены новые пути. В России же суд запретил доступ к информации о выводе биткоинов в рубли. В Пермском крае суд ограничил доступ к ресурсам, рекламирующим продажу биткоинов за фиатную валюту. Но, видимо, обменники. В ведомстве заявили, что законодательство рассматривает обмен виртуальных валют как потенциальную вовлеченность в осуществление сомнительных операций и сделок. Очень странная интерпретация закона с учетом того, что с 1 января 2021 года вступил в силу закон о цифровых финансовых активах, где криптовалюта признается имуществом, но запрещается к использованию в качестве оплаты товаров и услуг на территории страны. Очень странная интерпретация, потому что если криптовалюта имущество, почему нельзя это имущество продать? Так же, как квартиру, машину, не знаю, там сотовый телефон или компьютер. Это же просто имущество, и его можно продать за рубли. Но почему-то оно, видимо, какое-то совсем не имущество. В Дании наступил исторический момент. С 1922 года налоговый кодекс будут менять из-за криптовалют. Появляется у них много несостыковок и недочетов, и поэтому приходится вносить изменения и дописывать туда криптовалюты. Это поистине исторический момент, если действительно с 1922 года не было смысла этого делать, менять. Но сейчас, видимо, криптовалюты будут входить в обиход и в использовании. Поэтому это надолго. Хорошая новость. Но давайте приступим к графикам. По биткоину у нас был вот такой прогноз с нисходящим движением. Сейчас же мы получили после этого резкий рост, что отменяет данный прогноз. Что же это такое? Данное движение очень похоже на импульс. А если есть импульс, значит, будет и второй импульс. То есть, на откате, в принципе, можно было бы и прикупить, и как минимум будет еще один импульс, я думаю. Тогда у нас получается другой вопрос. Что вот это вообще такое было? Треугольник, я думаю, все видят. Но здесь у нас, если рассматривать данное движение как импульс, значит, вот это все дело было коррекция. То есть, здесь у нас вышли объемы. Здесь все классно. Здесь очень похоже на импульс. Значит, вот это дело, все это было в рамках коррекционного движения. Рассматривая данное движение, я пришел к одному варианту. Он у нас, по всей видимости, вот такой W. Вот здесь будет X. И сейчас мы рисуем волну Y, после чего все-таки, я думаю, пойдем ниже. Что у нас вот здесь произошло? Здесь у нас было еще одно усложнение W, X, Y. И уже в нем, в качестве волны связки, был вот этот треугольник, который мы пробили и протестировали. Пока я вижу данную ситуацию именно так. А, B, C, D, E. Если все будет именно так, то расчетная зона, куда нам ждать рост? Сейчас попробуем отметить. Я думаю, вот зону отметили, но так как она совпадает и с уровнем сопротивления, и с предыдущим хайм, я думаю, на данном уровне рост может затормозиться. На какие уровни пойдет он ниже? Пока, естественно, это предыдущий лой вот сюда. Но не стоит забывать, что здесь у нас несколько вариантов. Это может быть как пятерка в рамках волны C, так и недостающая завершающая волна в рамках волны 1, 2, 3, 4, 5. В любом случае, эта волна 5 отрисуется при этих вариантах, но также существует и вариант, что коррекция завершилась здесь. Давайте добавлю еще один график биткоина, чтобы было легче различать все это дело. Давайте на этом графике отмечу вариант, при котором ланги, возможно, уже сейчас, возможно, коррекция завершилась здесь. И вот она, 1, 2, и сейчас мы начали волну 3. Это на самый ланговый сценарий, при котором расчетная зона волны 3 находится здесь. Посмотрим, как она будет отрабатываться. Небольшие объемы уже появились для отработки данного сценария. Нам нужен еще более сильный рост объемов. Пока же в приоритете все-таки я считаю, что движение по биткоину будет данного формата, что мы еще разок долайов-то дойдем. По эфириуму и рипло ничего кардинального не изменилось, поэтому посмотрим. Давайте на 2 монеты, которые попросили в комментариях. Dogecoin. Я уже несколько раз его смотрел, но еще раз повторюсь, Dogecoin невозможно как-то прогнозировать, только Илон Маск это может благодаря своим твитам. То есть Dogecoin будет ползать, падать до тех пор, пока про него не твитнет Илон Маск. Что касается структуры, какой-то характер движения, то он всегда делает памп, до половины падает и потом торгуется. Памп, до половины падает и торгуется. В данном случае мы пошли даже еще ниже. То есть тренд у нас по-прежнему пока нисходящий. По Dogecoin что-то прогнозировать очень проблематично. Лучше в этом деле следить за твиттером Илона Маска. Ну и еще одна монета, у нас. Так рубль мы вчера смотрели. BNB давайте посмотрим. По BNB у нас до этого был прогноз и мы чуть-чуть видимо не достали, да? Совсем немного. Но в любом случае все это дело уже ушло в историю. Прогноз у нас практически отыграл. Пятая волна совсем немножко не добила до расчетной зоны. Что у нас сейчас находится на графике? Посмотрим. Месячный график. Любит у нас цены возвращаться сюда вот в треугольнике, про торговки такие. И на этот раз мы сюда же вернулись. Не стали пробивать скользящую среднюю, удержались. Что у нас здесь на графике? Но в плане структуры здесь очень похожие движение, как и везде. Находимся в четвертой волне, после которой может быть еще одно снижение вниз, как минимум сюда вот до лоев. Из локального движения здесь у нас также пока хай понижаются, лои понижаются. Здесь пока у нас нисходящий тренд. Три волны вверх отрисовали. Коррекция, значит мы должны рисовать дальше еще вниз. Поэтому по BNB я считаю, что у нас вероятнее пойдем вниз, чем вверх. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!